И всем привет, ребят, с вами Строманка, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового скина. У нас появился в нашей игре новый скин на Викинга, и также появился скин на Грома. К сожалению, у меня на момент записи этого видеоролика есть только новый скин Викинга, который мы прямо сейчас оденем и посмотрим. Ну и попытаемся выбить новый скин на Гром. Не совсем я понял, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, это что такое вообще? Что там написано? Не понял. Не понял сейчас, что там написано? Хаос? Или не хаос? Бэта, что за торпеда вообще такая? Жесть, и что так жестко выглядит? Так, подождите, я хочу посмотреть, посмотреть его немножко в другом виде. Вот так вот выглядит новый Викинг GT. Здесь написано Викинг, или что тут написано? Какие-то непонятные иероглифы. Здесь написано точно хаос, или хаос? Да, вроде хаос. Это может быть как раз-таки отсылка к модулю? Да, может быть. Кстати, вот этого темочка может быть отсылка к модулю. А вот это вот здесь уже... Здесь вроде Викинг написано, если я не ошибаюсь. Здесь просто написано Викинг и какие-то вот такие два знака непонятных для меня. Ну, в принципе, что я могу сказать? Шестиколесный Викинг это что-то новое, что-то необычное. Я уже увидел скрин, как кто-то встретил в бою такой Викинг. И он выглядит очень маленьким по размерам. Да, если сравнить, например, этот скин с Легаси, вы видите, да, насколько широкий Легаси. И насколько маленький становится, если вы берете вот этот Викинг. Интересно по визуалке, да, то есть по ощущениям он меньше, да. А на практике, если, например, у этого Викинга здесь дополнительные текстуры, в которые можно стрелять или нет. Если нет, то тогда получается у нас средний корпус, который с скином становится в меньшем размере. И, по сути, это, ну, где-то в бою точно может помочь. И это своего рода, ну, какое-то дополнительное, может быть, даже даст преимущество, да. И это, ну, такой интересный, интересный факт. Давайте оденем еще красочку вот такую от Гроза. Блин, ну, в принципе, прикольно, прикольно. Попробуем выбить сегодня еще сверху Грома на этот замечательный, вернее, вот этот замечательный скин. Скин Грома GT, которого у меня нету. Ну, и танкойны есть в рамках спецаккаунта. Я думаю, что мы вместе с вами можем это попробовать сделать. Не знаю, реально ли выбить, например, с какой 300 очки этот замечательный скин. Но давайте попробуем. Если получится, то будет очень и очень круто. И заодно мы тогда увидим полную, полную картинку линейки скинов, которые появились у нас сегодня. И которые вы сами можете выбить из ультраконтейнера. Вы знаете, что мое отношение к скинам не является сверх каким-то уникальным, да. И поэтому, может быть, я, ну, не супер жестко там восхищаюсь скинами, да. То есть, в моем случае обзор это, ну, просто рассмотрение внешнего вида, да. Я бы сказал, наверное, так. Да, это не какая-то супер-мега новость, да. Если это обзор какого-то вооружения, то там, да, если он реально показывает себя супер-круто, то там уже могут появиться какие-то необычные, интересные эмоции. Но когда это дело касается скина, для меня это, ну, становится чем-то таким более-более простым. Но в целом все равно скин на викинга выглядит интересно, интересно. Не стандартно, как по мне, да. Хоть я видел, что многие ребята уже хейтят и говорят, что, мол, блин, какие там викинги, какие танки с колесами, что это типа за бред. Но это же просто скин. Это просто скин, да. И реагировать, вот и громчик, сюда сразу упал. Просто сразу упал. Это же просто скин, да. То есть, ну, не надо относиться к нему так, как будто это, ну, я не знаю, что-то там меняющее геймплей, да. То есть, вот так вот выглядит полная линейка викинга-грома. И давайте пикнем в бой. Давайте пикнем в бой, посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть в бою. Особо играть мы не будем, просто чисто глянем. Тестанем, так сказать, затейдрайвим этот замечательный викинг-гром. При том, что я уверен, что на как раз-таки нашем мега-донатере мы уже сможем прям побольше покатать с этими скинами и с викингом, и с громом. Да, все это дело заобозревать, потому что для меня викинг на... Ой-ой-ой, да боже, это хантер какой-то. У меня есть ощущение, что это хантер. И колеса даже крутятся. Офигеть. Ничего себе. Даже колеса крутятся. Он еще как будто так, знаете, немножко дрифта может дать, по ощущениям. Каким-нибудь кризисом, как будто можно такого дрифтинга дать. Жесткого. Блин, ну прикольно. Прикольно, если честно, то прикольно. Если честно, то вот эти вот колеса, они так, ну прям, круто смотрятся, я вам скажу. Я даже не мог подумать, что оно реально... Ой, еще и труп новый поменялся. Новые трубчики появились у нас других цветов. Ну блин, ну я могу вечно смотреть теперь на три вещи. Как течет вода, как что-то там еще, и как крутятся колеса на моем викинге. Блин, ну это жесткая тема. Это, конечно, жесткая темочка. Блин, прикольно, прикольно. Необычно, очень необычно. Да, ну и викинг с именно линейкой грома вот этого тоже такой какой-то особый вид имеет. Еще и у него, получается, вот эта центровина открывается, на которой еще дополнительные какие-то прорисовочки сделаны. Круто, 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 круто. Все те ребята, которые заинтересованы в скинах, которые открывают ультраконтейнеры, чтобы выбить вот эти вот замечательные торпеды, я вам могу сказать, что... Ну как по мне, оно того стоит. Это супер необычно еще и ептить. Какой задний вид. Нифига себе, тут еще и сверху фаревалерчик, фарельчик конкретный сделан. Блин, ну это вообще бомбочка. Это, конечно, бомбочка. Давайте посмотрим еще немножечко в гараже на всю эту темочку, если мы приблизим. Да, как-то я вот эти вот фары не заметил изначально. Я смотрел больше наперед, а тут, получается, сзади еще такие фары. Ну и вот эта вот торпеда, да. Он как будто уменьшен, да, этот скин. Но в целом, в целом смотрится очень-очень прикольно. Мне реально понравилось, не знаю. То есть, те ребята, которые вчера, или позавчера, когда я выкладывал видос, писали, что, мол, типа, какой-то бред, типа, там, танк на колесах. Да, боже. Ребят, ну вы же должны понимать, что у нас, в принципе, в танках, как бы, от реальности очень многое уходит. Поэтому такой вид и такая прорисовка, ну, как по мне, выглядит идейно и интересно. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного уже викинга грома, а не просто викинга, потому что грома я тоже на ваших глазах выбил. Обязательно поддерживайте данный ведерок лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, за скорость, за оперативность. Все-таки, ну, я постарался как можно быстрее все это дело заобозревать. Ну и, конечно же, не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, мой личный тег, это тег ТМП, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Ну и в описании, конечно же, еще оставляю ссылочку на моего мега-донатера, если вдруг кто-то еще не знает. Там, я думаю, что вот как раз-таки на этой суете мы сможем уже поиграть и записать полноценные видосы, где я буду играть на этих скинах, а не просто их обозревать. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok